Точка, 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 просчета. Доброго вам времени суток, уважаемые телезрители. В эфире телеканала Арсент. Как всегда, наша информационно-ироническая программа под названием «Точка просчета». И сегодня с вами мы вдвоем. Дмитрий Виноградов, Вадим Белобровцев. Андрей Титов прохлаждается в этот раз. Ну, я бы сказал, и да пребудет с ним солнце. Вот так вот он прохлаждается. Да, он да. То есть у него нет даже уважительной причины, по которой у нас происходит. Он просто отдыхает. Эта неделя отчетная началась, можно сказать, с небольшого скандала. Ну, как с небольшого? С достаточно серьезного. Он только начинает сейчас набирать обороты. Он начинает набирать обороты. Благодаря, кстати, журналистам, в общем-то. Секретное подразделение посольства США на протяжении многих лет, оказывается, следит за передвигающимся по улицам города Таллина. По крайней мере, в центре города Таллина. В непосредственной близости от посольства США, которые находятся на улице Кентмане. Да, по-моему, оно находилось. Да. Ну, и мы знаем, что там стоят такие еще камни. То есть там не проехать. Там перегородили эту улицу. Ну, собственно говоря, с посольством США не только в Эстонии такая история, но и во многих других странах мира. Повышенные меры безопасности. Но все бы ничего. И, может быть, на это действительно мы бы как бы уже и не обратили внимания, и не обращали внимания, если бы не появилась информация о том, что за нами следят буквально физически. То есть они просто не подпускают близко к своему правительству этого посольства. Так еще и следят за всеми, кто хоть чуть-чуть входит вообще в круг. Вот этот вот, там на зоны было поделено, там даже целая карта была в газетах распространена. То есть совсем не значит, что для того, чтобы попасть в орбиту интересов американского посольства, вам нужно пройти прямо вот рядом с ним. Там на самом деле достаточно неплохой кусок захватывался. Абсолютно точно. И интересно вот, что собирают личные данные тех людей, которые, по мнению специалистов, выглядят подозрительно. То есть, ну, наверное, есть какая-то шкала того, как человек выглядит подозрительно. Когда говорят, ты сегодня выглядишь на все пять, это совсем не значит, что ты отлично выглядишь. Это может значить совсем другое. Абсолютно верно. И что самое интересное, значит, определяет личные данные, вносят в базу данных террористов, ни много ни мало, сообщает об этом посте. Ну, так, знаешь, прошел мимо правительства и раз в базе террористов оказался ни с того ни сего. Там, знаешь, нагнулся, шнурок завязать, например, развязавшийся и уже все. Ну, и действительно, скандал набирает обороты. Берут интервью, берут комментарии у специалистов, у политиков, говорят, что за границы каких-то законных, установленных эстонским законом, норм не выходят, да? Но, тем не менее, как-то вот немножко... Ну, неприятно, неприятно, на самом деле. Более того, в принципе, я очень поддерживаю то мнение, которое высказывалось в различных средствах массовой информации по этому поводу, то, что если у вас такая зона повышенного риска, вы должны там ослеживать все, кто рядом и так далее, какого черта, собственно, вы в центре города своего посольства расположили вот таким образом, да? То есть, ну, мало того, что улицу все время перекрыли, которая была, проездная, да, в общем-то. Ну, да, и соединяла достаточно такие серьезные артерии, там, от театра Эстонии, от Эстония-Пуэста до Ливалая. До Ливалая, да, на самом деле. Вот, то возьмите свое посольство и сделайте его где-нибудь там, где оно особо никому мешать не будет. Тем более, все время они где-то в Кадрёрге хотели это делать, там, да, вот и давайте в Кадрёрге. То есть, в этом случае, мне кажется, как раз и меньше перекривотолков было и пересудов, потому что там был бы такой, знаешь, вот вся эта зона, где они проверяют людей, она была бы такой, что не захватывала бы полцентра Таллина, да, где люди перемещаются очень активно. Вообще, никогда не успевают всех там проработать. Ну, в общем, слушай, ну, я тут заезжал в Центр Виру, вот, на парковку, да, вот по этому кругу, и еду, и вдруг, а там табло висит такое, вдруг я вижу на этом табло номер машины выбит уже... И надпи, за вами следит американское посольство. Ну, практически, так что, я думаю, имея такие технические возможности, как у американского посольства, просто идёшь, тебя сфотографировали, быстро через Фейсбук нашли, узнали, где ты, кто ты, твоя налоговая ведомость, задолженности, кто кому что должен, и всё. Да, скоро уже будет определить лиц, которые, знаешь, будешь проходить мимо, действительно, уже будут, там чуть ли не сетчатку глаза тебе так проверять, и всё, и привет. Ну, а мы находимся... О более приятном, да. О более приятном, да, посмотрите, вот такая вот атмосфера, я бы её назвал, такая непринуждённая, домашняя. Мы находимся в... ну, это ресторан, кафе, который называется Кохолик, и он находится в бывшем доме общества, которое называется Усмайл, или Новый мир, вот, ни много, ни мало. То есть, такое историческое место. Вот сейчас вы видите на экранах, собственно говоря, и барную стоечку, и здесь достойное меню. Кстати, рыбные всякие штучки сюда поставляет ни много, ни мало капитан, бывший капитан сборной Эстонии по футболу Райо Пироэ из Пиарно. Его контора сюда поставляет каждый день свежую рыбу. Существует, наверное, какая-нибудь Каламайкос будет называться, эта контора. Вот, и, собственно говоря, можете прийти сюда с друзьями, насладиться бокальчиком чего бы то ни было, можете прийти посмотреть, как мы снимаем передачу «Точка просчёта». Здесь огромный выбор собственной выпечки, которая здесь, собственно говоря, уж извините за тавтологию, выпекается. Койду-82, точный адрес, и если вы захотите посмотреть в интернете, то ВВВ Кохолик.ее, достаточно простой адрес. Ну, а по средам здесь ещё проходят так называемые лайв-концерты, концерты, на которых выступают, как написано вот здесь у меня в пояснительной записке, известные в Эстонии музыканты, ну и немножко менее известные. Так что добро пожаловать. Ну, а а-ля-карт, карта блюд вызывает уважение. Здесь есть, кстати, что сейчас очень модно, и блюда не только с мясными рыбными наполняющими, скажем так, ингредиентами, но и ещё блюда для тех, кто придерживается вегетарианства. Добро пожаловать в кафе, ресторан Кохолик, адрес Койду-82. Сегодня здесь точка просчёта. Ну и к новостям. Москва составила чёрный список, так называемый, лиц, которым запрещен въезд в Россию. И оказалось в нём в общей сложности 89 имён самых разных. И, как сообщает финское издание Хельсингенсанам, под санкции попало непропорционально много эстонцев. Собственно, 8 имён из этих 89 – это представители нашей страны. Это Кристиновый Лондон, знаменитый политик, в общем, в прошлом, теперь уже можно сказать, Урмас Рейнсалу, нынешний министр юстиции, а в прошлом – министр обороны. И, видимо, за свои высказывания именно на посту министра обороны он так оказался, в общем, в этом списке. Начальник КПО Арнольд Синесалу и разные другие лица, в том числе и начальника Айцелита Мерис Кили, евродепутат Туннекелом, между прочим, действующий. Если он уже не евродепутат, то Туннекелом вполне, ну и занимавший руководящий посты в оборонной промышленности Эстонии некий Андрес Парвель, его мы знаем, наверное, меньше из всех этих людей. Мне понравилось, как ты обратил внимание на то, что недоразумение или удивление вызвало то, что непропорционально. То есть, знаешь, если страна маленькая, то такое ощущение, что и лиц этих должно быть меньше. А если, например, на самом деле реально жесткие, ну вот такие вот антагонисты, скажем, что делать-то тогда? Еще не упомянула, кстати, командующего силной обороны Эстонии Риха Терраса и его заместителя Артура Тиганика. То есть, на самом деле, еще двое, так как, серьезных людей. Но здесь, конечно, очень интересно, потому что поднялась очень большая гуча по этому поводу. И Европа заявила, что это все некрасиво. Самое сомнение, что, во-первых, это все произошло из-за утечки, фактически, да, в средства массовой информации. Как я понял, эта информация не была официальной и нигде не была, в общем-то, распространена. А именно, что утекла в средства массовой информации, по поводу чего российские официальные лица, в общем, выражали достаточно серьезную озабоченность и недовольство. А с другой стороны, Европа тут же обрушилась на Россию с заявлениями о том, как это вообще некрасиво, как это низко и так далее, и тому подобное. Но, интересно, ведь санкции против каких-то людей, которые не могли въезжать и до сих пор не могут въезжать из России в страны ЕС, в общем-то, страны ЕС вели первыми. Да, они их вели даже первыми, собственно говоря. Теперь вот такая, что называется, прилетела отведочка, и, тем не менее, дикое возмущение в Европе по этому поводу. По-моему, здесь просто баш на баш, что называется, в общем, получается как-то так. Слушай, а сколько там стран всего не указано? Нет, вот здесь не указано. Ну, тут я так понимаю, что многие, многие европейские страны под это дело подпали. Ну, в общем, есть люди, которые не могут въехать в Россию, а некоторые россияне сюда приехали, это журналисты телеканала или вообще медиа-агентства большого, не телеканала даже, а большого медиа-агентства, которое называется «Спутник», и они начали, ну, вот такое вот слово из периода, чем знает какого, да, вербовку, вот, начали вербовку местных журналистов. С периода Холодной войны, можно сказать. Да, периода Холодной войны, так оно и есть. Начали вербовку местных журналистов, причем, знаешь, как вот есть, ну, когда, допустим, принимают кого-то на работу, пишут, ну, вот, какие-то требования, еще что-то. Понятно, что это не из вот этого списка требований, но, тем не менее, те, кто приехали, это Марина Перекрестова и Дмитрий Ланин, одни из, ну, вот, те, кто занимаются этой самой вербовкой журналистов, сказали, нам нужны известные журналисты, они разочарованные лузеры. Вот. И так сразу, знаешь, процентов 80, хрязь потенциальных кандидатов отбили. И дальше, и дальше, ну, вот фраза очень характерная для России. Я думаю, что того же периода. Нет, для России деньги не проблема. А, то есть вот так вот, да? Да. В общем, набирает. Я всю жизнь мечтал сказать эту фразу, но как-то себе не доводится особо. Деньги не вопрос, да? Набирает журналистов. Сколько человек было опрошено, сколько человек пришли на встречу, не уточняется, но был список. Там достаточно такие известные имена в русской журналистике, в Эстонии. Вот. Но я думаю, совсем скоро все это будет немножко проясняться, проявляться. А неинтересно, они именно русских журналистов хотят нанимать на работу или эстонцев тоже? Да. Там, в той новости, которую я читал на портале Дельфи, там были эстонские фамилии, указанные тоже. И тоже известные? Ну, может быть, для русскоязычных потребителей с ними менее известные, но, в принципе, да, известные журналисты. Ну, что называется, будем посмотреть, чем это все закончится. Естественно, в Эстонии считается, что агентство «Спутник» занимается российской пропагандой, поэтому даже будет любопытно взглянуть, сумеют они кого-то переманить даже с такой фразой, как «деньги не вопрос», да? Смеют ли они кого-то на свою сторону в итоге переманить себе работать? С фразой «деньги не вопрос», я думаю, не вопрос, что переманят. Ну, может быть. В Эстонии второй день Пасхи не будет признан государственным праздником. Конституционная комиссия парламента не поддержала объявление второго дня Пасхи государственным праздником и предложила исключить из повестки дня заседание Риги Куба, инициированное Центрической партией, соответствующий законопроект. В Финляндии же, да, второй день? В массе стран Европы, на самом деле, второй день Пасхи является праздником государственного масштаба. Тем не менее, председатель лекарственной комиссии Калиланин заявил, что в Эстонии второй день Пасхи не связан с какими-либо традициями или особенностями культуры, чтобы обосновать его в качестве государственного праздника. Интересно, первый день Пасхи связан, а второй нет? Нет, ну да ладно. Член Конституционной комиссии Бритобл, представлявший, собственно, поправку к закону, отметил, что при вступлении закона в силу второй день Пасхи мог бы стать государственным праздником, как в большинстве стран ЕС, но, однако, за снятие с повестки дня этого законопроекта проголосовали пять членов комиссии, против двое, ну, как понятно, коалиции и оппозиции разделились, и, в общем, не будет у нас на один праздник больше, к чему мы, наверное, уже давно привыкли. Ну да, нет такой практики у нас, что вот мы решили один день выходным добавить. Хотя праздников, на самом деле, все говорят, что в Эстонии катастрофически мало по сравнению с многими странами Европы и мира, и России. Да, Европы, мира и России, то есть ни к миру, ни к Европе, да, не относятся. Это бомба дня сегодняшнего, бомба экономическая, и это бомба из... Ты уже три раза сказал это слово, сейчас здесь сработает сигнализация, я боюсь. Это взрывное устройство из сферы дизеля, бензина, в общем, топлива, потому что из нашей страны уходит компания Лукойл, очень серьезный игрок на нашем рынке, это российская компания, заправки по всей нашей стране. 100% акций компания Лукойл покупает компания Оли Рекс здесь у нас в Эстонии, и, соответственно, не то что даже оперировать будет, она становится крупнейшим в Эстонии игроком на рынке продажи топлива. И под вопросом, будут ли закрываться какие-то, потому что есть некоторые заправки Лукойла, которые находятся непосредственно рядом с Оли Рексом, то есть две через дорогу, очевидно, не нужны, по всей видимости. Но масса вопросов, почему Лукойл уходит, что такое. То есть если это было убыточное предприятие, то зачем покупает Оли Рекс? Если предприятие в плюсе, даже в маленьком, то ну а зачем закрывать, мало ли что-то изменится. Причем, если у нас традиционно принято говорить о том, что люди заправляются там на Нест, на Статойле, зачастую на Алекселе, да, Лукойл звучит реже, но между тем по Эстонии 37 заправок Лукойловских, и это довольно много, надо сказать. Ну да, ты сказал, что все-таки заправляются, а в этой связи мне нравится, что в Санкт-Петербурге тоже закрываются периодически заправки Лукойл, потому что Лукойл это спонсор московского Спартака, а Санкт-Петербург не заправляется на Лукойле. Он заправляется на заправках других. Интересно, что Лукойл, в принципе, то есть Алирекс, в принципе, покупает по количеству, скажем, заправок примерно равную себе компанию, потому что 37 у Лукойла, и в общей сложности, как написано в новости, будет около 80 заправок у Алирекса, то есть, соответственно, получается нехитрый подсчет, где-то 43, 44, 45, получалось, у них было до этого. Я уезжал сюда на съемку, последнюю новость, которую успел зацепить в интернете на ленте новостей, это то, что один из руководителей компании Аликселла выразил недоумение, потому что он говорит, откуда вообще вот эти финансы, чтобы выкупить Лукойл, 100% Лукойла Эстонии. Ну, что-то, видать, мы не знаем, а они, видать, что-то знают. Может быть, что-то произойдет в ближайшее время. Не так давно закончилось в Эстонии масштабное учение под названием Йош-Силь, да, и к тому, что многие из участвовавших в нем достаточно активно критиковали, в общем-то, организацию самих этих мероприятий, добавилась еще и достаточно такая неприятная новость под конец. До сих пор многие резервисты не получили пособия, которым было обещано за участие в этих учениях, и компенсацию расходов за проезд. То есть они за свой счет вынуждены были куда-то ехать, да, там провели порядка двух недель, по-моему, и в итоге поехали после этого обратно, опять же, за свой счет, и до сих пор ничего не получили от сил обороны, которые обещали все эти расходы покрывать и компенсацию, соответственно, выплатить. В итоге силам обороны пришлось извиняться за это очень конкретно, потому что возмущение достигло силу апогея, и последнюю выплату, которая коснется почти 600 резервистов, обещали сделать вот сегодня. Ну, будем надеяться, что сделали, поскольку мы с тобой резервистами, видимо, не являемся, или, по крайней мере, не были туда приглашены, соответственно... В следующий раз пригласят, я так чувствую. Вот. Ну, в общем, останется выплаты, которые совершить мешают какие-то ошибки в номерах счета, например, потому что резервисты, например, зачастую писали так, что неразборчиво. Как врачи, да. Хотя это очень странно, почему нельзя до сих пор это все в электронном виде делать, да? Страна называется. Вот. Ну, и основной же причиной задержки выплат стали ограничения в административной работе силы обороны, поскольку за очень короткий период нужно было обслужить множество людей. Мне кажется, под этим витиеватым определением стоит то, что просто либо сервак полетел, либо просто народу не хватало столько, сколько нужно, чтобы это все сделать. Они говорят, что для нас это тоже был хороший опыт, в том смысле, что он будет проанализирован, а то они не знали, что несколько тысяч людей будут нуждаться в течение, там, сколько, там, одной-двух недель. Ну, это достаточно дежурная фраза. Мы учтем все ошибки, проанализируем ситуацию и сделаем выводы на будущее, чтобы такое больше не повторилось. Скажи, засек ли ты время, когда мы начали передачу? Как обычно, ее постепенно, первая часть ее, собственно, подошла к концу, поэтому остается сказать, чтобы вы не переключались, так как впереди не менее интересная, а может, даже более вторая часть. Магазин Сана представляет коллекцию тканей для свадебного платья. Богатейший выбор, кружево, эластичное, гипюровое, шелк, шифон и даже то, о чем вы и мечтать боитесь. Все поставки из Италии на самый изысканный или, наоборот, скромный вкус. Сана может предложить вам нечто большее и всегда на шаг впереди других. Судоходная компания «Линда Лайн Экспресс» и телевизионные розыгрыши «Улыбка Фортуны» представляют. Приз стоимостью 240 евро. Серийный билет туристического класса на 10 поездок. Свободно ездите в нужный вам день и время по доступным ценам. Серийный билет действителен 2 года, по нему могут ездить и другие лица, кроме вас, так как он не персональный. Кроме того, одновременно по нему могут ехать два пассажира. Серийный билет от «Линда Лайн Экспресс». Можно выиграть, отправив смс-сообщение на короткий номер 130134ORCENT. Стоимость сообщения 1 евро 60 центов. Розыгрыш продлится до 30 июня. 2 июля будут объявлены итоги. Удачи вам, дамы и господа! Субтитры подогнал «Симон»! Существует ли рецепт вечной молодости? Мы верим, что нашли его. Познайте и вы. Секрет неувидающей красоты и гармонии. В Нарус-Спа-отель. 18 октября. Ледовый холл Тонди Раба. Головокружительное трехчасовое шоу олимпийских чемпионов по фигурному катанию. Короли льда. Евгений Плющенко, Стефан Ламбель, Бриан Жубер, Ирина Слуцкая и другие многократные чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр. Также зрители шоу станут свидетелями уникального трюка. Фигуриста-акробата Сергея Екименко, который совершит прыжок через автомобиль. Этот трюк занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Специальный гость, скрипач-виртуоз, обладатель премии Эмми, победитель Евровидения Эдвин Мартон. Билеты в Пиле Телеви. Хотите знать, что происходит в квартирных товариществах? В программе «Народ должен знать» мы вам расскажем о новом законе о квартирных товариществах, о старом жилом фонде и о многом другом. Смотрите нас с мая мести на канале Арсен ТВ. Скучно не будет. Точка, 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 просчета. Продолжаем нашу информационно-ироническую программу «Точка просчета» на телеканале Арсен ТВ. Находимся мы в таком приятном месте под названием Кохолик. Я хочу сказать, что я чуть раньше сюда пришел, сейчас немножко опустело, но я был удивлен, что полностью был забит. Все столики были забиты, все сидели, обедали. С детьми приходят. Да, причем время-то уже на самом деле не обеденное, но еще и не ужинное. Такое нечто промежуточное, и тем не менее народ есть. Но поговорим о ресторане Кохолик еще немножко ближе к концу передачи. А сейчас поговорим о наших, ну, наверное, будущих коллегах, если так можно говорить, потому что телеканала ТВ плюс еще не существует, да, то есть он только в стадии становления. То есть людей со спутника ты коллегами не посчитал. Но даже не о них поговорим, а о том высказывании, которое позволил себе депутат Рик Пик Коглу, представитель центристской партии Михаил Стальнухин. Он сделал заявление, точнее предложение в парламенте, что для прибывающих вскоре... Ну, а это продолжение темы, которая вот тоже последние недели так активно обсуждается. Это будущие беженцы, точнее беженцы, наверное, уже настоящие, да, но... Которых нам пытаются навязать в определенном количестве, причем совсем не в малом, европейская комиссия, собственно говоря. Да, так вот, Михаил Стальнухин сделал предложение, что для прибывающих вскоре в Эстонию беженцев следует сразу же сделать телеканал ТВ минус. Стальнухин сказал, что в течение ближайших двух лет нам прибудут люди, говорящие на Суахиле. Ну, а если с русскими получилось так, что ими начали заниматься спустя 25 лет, ну, после восстановления независимости, то с людьми с Суахиле, которые говорят на Суахиле... За нас уже никогда, видимо... Да, либо никогда, либо надо начать заниматься прямо сейчас. И предложил открыть телеканал под названием ЭТБ минус. Видимо, на Суахиле, да? Да, на Суахиле и на прочих языках Ближнего Востока, Северной Африки, ну и так далее. Еще одно заявление потрясло общественность именно в связи как раз вот с этой темой беженцев. Уже упоминавшаяся сегодня Кристин Ойланд, бывшая депутата Европейского парламента, что придает, кстати, ситуации еще больше пикантности, написал на своем Фейсбуке такой, в общем-то, как бы, это... Ну, такие фразы, набор фраз, которые я просто хочу подчеркнуть, что я когда буду это сейчас читать, это именно цитата, да? Потому что такое, что называется, в приличных домах таких вещей просто не говорят. И так, она, между прочим, еще является представителем партии народного единства, которая, правда, совсем такая смешная, с моей точки зрения, и никакой баллотировался парламент, но, конечно же, никуда не прошла. Так вот, цитирую запись Кристину Ойланд на Фейсбуке. Внимание, кавычки открываются. В очередной раз вижу, как абсолютно работоспособный негр в Италии клянчит деньги у людей, которые зарабатывают себе на пропитание честным трудом. Я считаю, нужно начать общеевропейский сбор подписей за то, чтобы ни один, так называемый, беженец не пересек Средиземное море. Хватит этого бреда. Все здесь считают, что я тявкую, но, к счастью, ошибаются. Вопрос негров для Эстонии экзистенциален и необратим. Если мы их впустим, то история уже невозможно будет изменить. Кавычки закрываются. Вот такая вот замечательная фраза. Портал «Столица ЕЕ» как раз ее опубликовал, видимо, в их переводе. На обвинение одного из пользователей Фейсбука, мне интересно, что только один пользователь Фейсбука обвинил ее в том, что это, в общем, весьма неплохо. Она заявила, что просит прекратить его использовать это слово. «Сегодня я, как белый человек, чувствую, что белая раса в опасности. Неужели мозги эстонцев действительно настолько промыты, что вы пускаете какие-то политкорректные слюни?» Прорвало, Кристина. Мне на самом деле самое смешное, что раньше она за какими-то вот такими очень громкими и, скажем так, неполитными заявлениями не раз замечено не было. Раньше была другая история. Раньше она была и депутатом Риги, и депутатом Европарламента. Министром иностранных дел на минуточку, кстати, было одно время. Да, и сейчас ситуация немножко изменилась, поэтому привлекать к себе внимание не много, а вообще кардинально, на 180 градусов. Так что, ну, как бы в этом плане ничего удивительного. Хотел рассказать о том, какие машины самые опасные в нашей стране, но потерял эту новость. Да, поэтому идем дальше, да? Нет, нет. Поэтому, а вот, эстонский фонд дорожного движения собрал данные за прошлый год и составил таблицу, из которой видно, какие марки автомобилей чаще остальных попадали в аварии. Кстати, для меня стало удивительным даже не то, какие попадали чаще всего в аварии. Одну из этих марок, собственно говоря, можно догадаться, марка немецкого, представитель немецкого автопрома. Короткое название, аббревиатура, я бы даже сказал, да? Абревиатура из трех букв. Вот, меня удивило то, что наиболее высокий коэффициент аварийности автомобиля остался за автомобилями марки Lexus. Вот здесь у нас есть табличка, если наш оператор покажет. Действительно, на первом месте идет Lexus. Число случаев, правда, на самом деле, гораздо-гораздо меньше, чем у BMW, но в то же время там... Этот вот коэффициент... Коэффициент очень высокий, потому что машина очень дорогая, будем откровенны, собственно. Да, и, собственно говоря, по этому коэффициенту высчитывается то, сколько вы будете платить страховку, каску и так далее и тому подобное. Нет, по числу лидирует, кстати, Toyota, по-моему, лидирует, а, нет, Volkswagen, да, потом Toyota и потом Audi. То есть вот эти машины, это, мне кажется, просто эти машины своей распространенности, да, собственно говоря, и уже потом начинает идти Ford, потом, я смотрю, что BMW, Mercedes-Benz, ну и так далее, и так далее. Так что вот, если хотите дорого платить страховку, знайте теперь такую машину... А вы же наверняка хотите дорого платить страховку. Да, какую машину приобретать? Мы говорим тут о наземном транспорте, а есть еще и морской. Стали известны названия паромов, которые начнут курсировать между материковой частью Эстонии и островами Сарам и Хиума, собственно говоря. А надо было сделать опять конкурс, как в Таллине на трамвае, так на это самое. Ну, здесь, в общем, интриг меньше, потому что всего четыре парома будет, и дали им имена на основании тысячи предложений от двухсот человек, до первого июня можно было присылать. Так что конкурс действительно был. Если его можно назвать, конечно, конкурсом, имена предлагали поровну как Сарамаса и Хиумаса, так и остальной народ из Эстонии. Ну, конечно, имеется в виду Масилькова именно часть, сказал член правления Таллина Садом Алан Киль. Ну, и имена эти Тиль, не Сур-Тиль, а просто Тиль, Пират, опять-таки женское имя, сродни, кстати. Вот это вот здесь уже проводится параллель с Таллинским трамвайом. Мне сначала показалось, что ты сказал Тиль, и я подумал, что это какой-то русский, ну, на русском языке призыв. Да, Грабь, Тыри и так далее. И Лейгер и Тию, то есть на самом деле, ну, Тию и Пират, это понятно, что женские такие имена. Я говорю, здесь как раз параллельно наблюдается с Таллинскими трамваями, которые все получили, в общем-то, женские имена. Вот, а Тиль и Лейгер, это, видимо, имена мужские, соответственно. Ну, вот, так вот распорядилась судьба. Ну, я сказал, что вот здесь, в этом месте, где мы сидим, очень часто и очень много приходят, в том числе и с детишками. Вот сейчас напротив нас сидят с детьми. И новость, касающаяся детей, результаты исследования Департамента статистики показали, что почти все эстонские семьи способны покупать своим детям новую одежду, игрушки, устраивать дни рождения, делать подарки, купить новую уличную обувь. У каждого, почти у всех 100% семей есть дома подходящее место и пространство для света, где ребенок мог бы делать домашние задания. Единственное, вот с чем плохо, это то, что практически каждой восьмой семье ребенок или дети не могут есть свежие овощи, фрукты, рыбу или мясо. То есть, в этом смысле не хватает. Хотя, по сравнению с другими странами, не знаю, насколько это плохая или хорошая статистика, но вот в каждой восьмой семье именно с обеспечением питания возникают проблемы, ну а все остальное практически 97% семей могут обеспечить. Ну и, естественно, кто-то подороже, кто-то дешевле, но тем не менее. Вот забытый персонаж у меня здесь на устройстве, на мобильном устройстве, думаю, его подавляющее большинство телезрителей узнали, это Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, который, в общем, достаточно скандальная такая фигура в мировой истории была. И к чему, собственно, я его вспомнил? Дело в том, что этот человек назначен губернатором Одесской области. Ни много, ни мало. Да. Президент Украины Петр Порошенко подписал его назначение. Председателем Одесской областной и государственной администрации, сообщает BBC Саакашвили, также сразу получил гражданство Украины. Ну, правильно, было бы очень странно, да, если бы так не было. Вот. Соответствующий указ был подписан в минувшую пятницу. Дальше мне еще больше понравилось. Министр экономического развития и торговли Украины Айворос Абрама Вичус, это еще один украинец, как из Саакашвили, я так понимаю, да? Вот. Уже заявил, что считает назначение Саакашвили мудрым решением. Он, радикал, реально может все расчистить. Причем очень даже быстро, написал министр в Твиттер. То есть, знаешь, то, когда радикал, оказывается, имеет положительный, да, вот, оттенок. Только радикальными решениями можно достичь цели, сказал Абрама Вичус. Президент поступил мудрым, мы должны его поддержать. Обычные меры не работают, время уходит. Это все пять разных фраз, кстати, сейчас было. Это не одна фраза. Просто вброс. И Саакашвили, на самом деле, я новость не распечатывал, но он уже отличился. Он уже заявил, что он готов разогнать от 25 из 27, если я не ошибаюсь, представителей руководства Одесской области. Да, то есть, так вот, действительно, человек, вот 25 человек уйдут из 27, двое останутся. И нормально, работают. Интересно, это кто эти, теперь все думают, кто эти двое, а вообще кто останется, собственно говоря. И все такие ходят, ду-ду-ду-ду, друг на друга. Я хочу, то есть, ты сказал о человеке, которого, может быть, мы подзабыли, а я хочу рассказать еще о одном человеке, который сложил недавно свои полномочия. У нас есть его фотографии. Это Йозеф Блаттер, руководитель организации «ФИФА» с 1998 года. Огромное количество скандалов свалилось на его голову в последнее время. Это и коррупционные, и финансовые, и прочие, 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 и политические, какие бы то ни было. Потому что всемирная футбольная организация «ФИФА» скатилась, погрязла уже давным-давно в коррупции. Говорится, уже, наверное, даже не первый десяток лет, не то, что не первый год. И вот, наконец-то, вдруг что-то сдвинулось с места. Самое смешное, что я так понимаю, что Блаттера буквально до днях переизбрали главой. Да, то есть, многие говорили, что, по всей видимости, главой «ФИФА» будет избран как-то шейх, да, там, принц арабский, да, у которого и денег много, и, собственно, ему не нужно ничего воровать, потому что, ну, собственно, он и так владеет миллиардами газом, бензином. Потому что, наоборот, бы подкинул чего-нибудь. И, тем не менее, Блаттер взял у него и выиграл. Но после того, как выиграл, сказал, что выборы закончились. И ты знаешь, ты знаешь, мне вот в свое время, когда, для тех, кто футбол ненавидит, конечно, сейчас тоже мука это все слушать, да, но в то же время меня очень позабавило, когда я посмотрел, сколько голосов есть у той или иной федерации, именно по континентам, да, и получилось, что Европа и Южная Америка, то есть те страны, в которых футбол находится на самом высоком уровне по сравнению со всеми остальными, имеют намного меньше голосов, чем представители, например, Африки, да, или Океании, или, скажем, Азии, то есть там, где футбол, конечно, по сравнению с европейским и южноамериканским находятся, но если они на зародышевом уровне, то, в общем, ну, примерно там где-то. Ну, давай тогда помучим еще наших зрителей футбольными новостями. Там же на этом конгрессе, где выбирали президента ФИФА будущего, в объектив телекамер попал и представитель Эстонского футбольного союза, что значит представитель президента, главарь, глава Эстонского футбольного союза, Айвар Похолок. В кадре он оказался в тот момент, когда с помощью лупы, с помощью лупы исследовал свой мобильный телефон. Надо сказать, Айвар, смотри, вот есть планшеты, можно планшеты, есть такие большие телефоны уже, там, я не знаю, iPhone 6+, например, да, там флагманские такие большие. И мне даже название, что есть такой, на F тоже называется, вот не телефон, а вот что-то такое, и даже не планшет, а такое что-то промежуточное. И вот в социальных сетях появилась фотография Айвара Похолока с лупой, где он рассматривает, значит, там, что-то у себя на телефоне, и некоторые пользователи социальных сетей высказали предположение, что на снимке известный голливудский актер Николас Кейдж или его коллега Роберт Де Ниро, потерявший бритвы, я так понимаю, да, и парикмахера. И парикмахер, абсолютно верно. Нет, Айвар Похолок в очередной раз отметился. Прошел у нас конкурс, из которых достаточно много обычно проводится, но на этот раз, значит, конкурс Миссис Эстония, а не Мисс. Мы всегда привыкли к тому, что различные Мисс там бывают, и в том числе, собственно, и Мисс Эстония, но есть вот конкурсы для тех, кто уже, собственно говоря, побывал замужем из девушек и, собственно, уже в подкатегорию Мисс не подходит. И Кристина Зара, вот такая вот фотография. На самом деле не скажешь, что речь идет о женщине уже в возрасте, собственно, да, а не так, что прям вот, как их называют, Миска, да? Да, Миска. Вот. Такая очень приятная наружности, я не знаю, назвать правильно, девушка или женщина. Вот. В субботу, 30 мая, она как раз на конкурсе, на финале конкурса, который остался в Таллине, Миссис Эстония 2015, победила. И что Лимон по стиме с Ея наш любимый портал отмечает, что и читатели портала выбрали ее тоже своей фавориткой. То есть, в общем, видимо, была победа предсказуемой, но в любом случае поздравляем, действительно, девушка красивая. Ну, будем считать, что это была хорошая новость в завершении программы, особенно для, непосредственно для победительницы. Программа, которая называется «Точка просчета» и которая сегодня в этом замечательном, таком... Занемечательном? Да, красивом, уникальном в своем роде месте, которое называется «Кафе Кохвик» или «Ресторан Кохвик». Находится в Таллине по адресу «Койду-82». «Кохолик». «Кохолик», да. «Кохолик». «Койду-82» – это адрес и такая домашняя обстановка. И свежая кухня, и эстонские продукты, в том числе рыба прямо из пярну от бывшего капитана сборной Эстонии «Раю-Пирвое». Возвращаемся мы к футбольной теме. Ну и мы с удовольствием сейчас здесь останемся, а вас сюда приглашаем. Кстати, можете зайти на «Кохолик.ее» либо найти «Ресторан Кохолик», как это сделал я, прежде чем сюда прийти в социальной сети Facebook. Я думал, по Google Maps смотрел, да? И по Google Maps тоже. Надо же было как-то доехать. Все на сегодня. Спасибо, что были с нами. Информационно-ироническая передача «Точка просчета» на телеканале «Аксент» завершает на сегодня и на этой неделе свою работу. Вадим Белобродцев, Дмитрий Виноградов. До свидания. Всего доброго. Точка, 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 просчета. Продолжение следует.